Нет чипа, нет шубы. С этого дня в России продавать меховые изделия без особой маркировки запрещено. Эта мера должна помочь в борьбе с нелегальным товаром. Авторы идеи говорят, такой ход точно сработает, потому что к мерам присоединились все страны Евразийского экономического союза. Как работают метки и подорожают ли из-за этого шубы, разбиралась моя коллега Алена Севкова. Несмотря на меховые паспорта, цены на изделия не выросли, как это предрекали в апреле этого года. Вот тогда впервые начали борьбу с серыми шубами, ввели добровольную маркировку изделий. На прилавках все те же привычные скидки от 30 до 50%, а главное довольные покупатели, ведь им больше не придется буквально на ощупь определять, норка это или стрижный кролик. Так, маркировать шубы впервые предложили в 2015 году в Министерстве промышленности и торговли. И вот сегодня выбрать шубы я пришла не одна, а замглавой ведомства Виктором Евтуховым. А что он значит? Радиочастотная метка, это особо защищенный чип. Здесь можно максимальное количество информации на него записать. Красная метка говорит о том, что это товар импортный, привезен из рубежа. А запрос обрабатывается, и все про товар написано. Значит, производитель действительно итальянцы. Был такой ажиотаж, что цены подорожают на товар, это неправда. То есть цена может подорожать только на тот товар, который возился по нелегальным схемам. На ваш взгляд, да, какую шубу можете посоветовать? Вот как считаете, что мне больше всего пойдет? Эти уже мы посмотрели шубы. Может попробуем это? Давайте. Сейчас посмотрим, вдруг не окажутся рыбой деметки. Смотрите, все есть. Раз розовый, мы уже с вами знаем, что это импортный. Так что вот попробуйте. То есть либо Турция, соответственно, либо... Да, любая страна может. Но в основном, да, самый большой объем у нас идет из Китая, 60% изделий, из Турции, по-моему, процентов 15 или 20, и там дальше уже включаются другие страны. Можно приобрести товар в магазине? Вот. Много магазинов, в том числе вот здесь. И дискаунтеров много, и скидки здесь предоставляются. А можно на сомнительных ярмарках и рынках. Поэтому вот на ярмарках и рынках, в том числе, товар должен будет чипироваться. И любой покупатель придет туда, даже если не знает, как обрабатывался мех, как этот товар был шит, качественно, некачественно, уже можно будет, опять-таки, считать всю информацию. А если нету метки, ну, соответственно, дать сигнал по этому поводу в контрольные органы, и, безусловно, такой товар просто будет изыматься. Шуба очень удобная. Наверное. Подойдет мне, за исключением размера. Ну, размеры, я думаю, вам подберут водовцы. А так, шуба хорошая, кстати. Спасибо большое. Не знаю, правда, сколько она стоит, давайте посмотрим. Ради интереса. Ну, это не из дешевых. Наверное, потому что это... Что это у нас? Это норка, да. 200, 200, 250 тысяч рублей. Дорогой сегмент. Ну, вы спросите продавцов, они вам подберут то, что вас устроит и по качеству, я думаю, и по фасону, и по цене. Кстати, для серых продавцов вот уже с сентября обещают ввести штрафные санкции. И вот если такие меховые паспорта приживутся у нас, то маркировка обещают нанести на обувь и, возможно, даже сумки. Алена Севкова, Олег Михальчук, Live. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.